МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 12 октября 1964 года на даче первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в Пицунде царило необычное оживление. Через комнаты тянули длинные кабели, устанавливали огромные осветительные приборы, настраивали микрофоны. Шла подготовка к записи разговора Хрущева с экипажем космического корабля «Восход», который стартовал в этот день. Впервые в истории на орбите находилось сразу три человека. Космонавты Комаров, Феоктистов и Егоров. Хрущев собирался приветствовать героев, и это должны были показывать по телевидению. Общение с космонавтами всегда доставляло Никите Сергеевичу искреннее удовольствие. Но в этот день его настроение испортило странное происшествие. Обычно Хрущеву докладывали о старте космического корабля уже через несколько минут. Но 12 октября 1964 года этого не произошло. Ему пришлось самому звонить в Москву. Почему не сообщили о пуске? В Москве оправдывались, что не успели. Хрущев возмутился и пообещал разобраться с виновниками после отпуска. Хрущев еще не знал, что этот небольшой инцидент на самом деле был признаком того, что в Москве привели в действие механизм заговора против него, который планировался уже несколько месяцев. Это произошло почти одновременно со стартом корабля «Воскоп». До Хрущева в последнее время доходили слухи о том, что его соратники плетут какие-то интриги. Но он был уверен в своих силах. Однажды даже не сдержался. Он прониск несколько фраз, из которых участники этого заговора поняли, что он уже знает об их намерениях. Что-то вы там затеваете против меня. Смотрите, расширяю, как котят. Пуску готовы. Полет корабля «Восход» завершился на следующий день, 13 октября. Обычно космонавты почти сразу летели в Москву, где их встречали руководители страны во главе с Хрущевым. А потом с триумфом проезжали по Москве. Но на этот раз все было по-другому. Экипаж остался на Байконуре. А еще через два дня ему приказали выучить новый рапорт о выполнении задания. И имя Хрущева в нем уже не упоминалось. 13, 14 и 15 октября наиболее внимательные советские граждане заметили, что о Хрущеве вдруг перестали упоминать в прессе. Мало того, вдруг исчез его портрет, висевший на здании центрального телеграфа на улице Горького. Но только очень узкий круг советских руководителей знал о том, что события середины октября 1964 года стали результатом тщательно спланированной операции. Именно она должна была привести к устранению Хрущева от власти. Планировали даже его арестовать. Кто же участвовал в этом заговоре? И почему опытный Хрущев, знавший об интригах против него, добровольно оставил свой пост? Кстати, действительно ли его отставка была добровольной? Давайте разбираться во всем этом вместе. Смотрите прямо сейчас. Какую роль в отставке Хрущева сыграла кукуруза? Он говорил, кукуруза – это как танк в руках бойцов. Как культ личности Хрущева заменил культ личности Сталина? Его родину, город Курск, предлагали переименовать в Хрущевград. Улицу Горького в Москве предлагали сделать проспектом Хрущева и даже присвоить Никите Сергеевичу звание генералиссии. Каким образом Леонид Брежнев зашифровал списки сторонников заговора? 23 сентября 1964 года в особняке Хрущева на Ленинских горах в Москве зазвонил телефон спецсвязи. Его самого в это время не было в столице. Трубку поднял его сын Сергей. Звонивший представился Василием Гуляковым, бывшим начальником охраны члена президиума ЦК Николая Игнатова. Он хотел сообщить Хрущеву чрезвычайно важную и секретную информацию. Но, когда узнал, что того нет в Москве, уговорил встретиться с ним его сына. Во время прогулки по подмосковному лесу Галяков действительно сообщил Сергею поистине невероятную новость. Против Хрущева готовится заговор. И бывший шеф Галякова Игнатов уже ездит по стране и вербует в партийном аппарате сторонников-заговорщиков. Сам же переворот должен состояться в октябре 1964-го. То есть меньше, чем через месяц. Через три дня с Байконура прилетел сам Хрущев. Сын сразу же рассказал ему об этом странном разговоре. Хрущев задумался. Всех заговорщиков он знал уже очень давно. Раньше они всегда его поддерживали. И немало сделали для того, чтобы хрущевская эпоха стала такой, какой мы ее знаем сегодня. Так давайте, товарищи, все сделаем, чтобы сегодняшнее наше хорошо, чтобы завтрашнее еще было лучше. Хрущевская эпоха была бурной и противоречивой. Советский Союз первым вырвался в космос. Началась реабилитация пострадавших в сталинские годы. Романтически настроенная молодежь почувствовала вкус духовной свободы. СССР открывался миру, а в стране шло массовое строительство доступного жилья, знаменитых пятиэтажных хрущевок. К 80-му году в Советском Союзе торжественно обещали построить коммунизм. Если мы, товарищи, вытесним тех, которые не верят, не способны, малокультурные, и займем их место, мы, знаете, буквально в два-три года сделаем чудеса. Сам Хрущев прекрасно понимал, что одними лозунгами «Сыт не будешь» и «Коммунизма не построишь». На одном из совещаний он заявил. «Дайте сейчас нашей марксистко-ленинской теории еще маленький привесок. Мясо вдоволь, молока вдоволь, масло вдоволь, одежда, жилья. Тогда за эту теорию и дурак проголосует». В 1957 году Хрущев поставил задачу – за три года догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла. Большую роль в этой программе имел резкий рост производства кукурузы. Хрущев справедливо полагал, что кукурузу можно использовать и для производства продуктов питания, и для корма скоту, который даст потом народу молоко, мясо и масло. Внедрение кукурузы происходило с огромной скоростью. Очень быстро эту кампанию довели до абсурда. Партийные советские органы требовали от колхозов и совхозов немедленно засеивать поля только кукурузы, даже в северных районах. «Осознавая всю важность выполнения решений Январского пленума ЦК нашей партии, мы решили посеять кукурузы в текущем году 200 гектаров». «Они выращивают кукурузу необыкновенных размеров, высотою 6 метров». Хрущев ездил по стране, расхваливал ее преимущества и ругал несогласных. Тех, кто возражал, клеймили в газетах и грозили. Партбилет на стол положишь. Советская пропаганда всячески прославляла второй хлеб страны. И кукурузу-чудесницу, как ее теперь называли. «Потеснись, овес усатый и ячмень нечесанный, нам богатство кукуруза принесет по осени». Вот такие песни пели. Кукуруза была провозглашена царицей полей. «Я хвалиться зря не стану и скажу вам без обмана. Я культура хлебная, я и шерпотребная. Я и новый батон, и бумага, и картон. Кукуруза, и шоколад, и рамели, и мармелад. И самоподобная я наша способная». Кукурузой засеяли поля, на которых раньше выращивали пшеницу, рожь и ячмень. Но в северных условиях России она попросту не возревала. Возник дефицит зерна, который усилили неурожай. В начале 60-х большую часть хлеба выпекали небольшие кооперативные пекарни. Но Хрущев считал, что ни кооперативы, ни приусадебные хозяйства больше не нужны. Зачем? Ведь любой советский человек может прийти в магазин и купить там все, что ему нужно. Но в начале 60-х годов в магазинах многих городов пропал хлеб. Местами пришлось вводить даже хлебные карточки. Вместо того, чтобы догонять и перегонять Америку, в 1963 году СССР пришлось закупать в США 12 миллионов тонн пшеницы. Проблема с продуктами была не единственным поводом для недовольства Хрущева. Он лично участвовал в настоящих погромах молодых писателей, поэтов и художников. Подобный шедевр может вызвать только возмущение. А что можно сказать о геологах художника Никонова? А ведь нашлись и защитники формалистических выкрутасов. Ну что ж, будем спорить. А летом 62-го Хрущевскую оттепель во многом перечеркнул расстрел демонстрации рабочих в Новочеркасске, которые протестовали против повышения цен. И все это происходило на фоне бодрых рапортов о новых успехах, достигнутых в Советском Союзе. Как вы себя чувствуете, господин Хрущев, спросили его журналисты. А как я себя чувствую? Дай бог вам так. И это потому, что прекрасно чувствует себя наша советская страна. Своей радостью делятся люди с Егидой Сергеевичем. Мне каждому дано заслужить такую любовь и доверие народа. На самом деле, Хрущев стремительно терял популярность. В народе его называли кукурузником. О нем ходили злые анекдоты. Например, такой. Вы знаете, что Хрущеву дали Нобелевскую премию? За что? За его изобретение. Он посеял кукурузу в Сибири, а урожай собрал в Америке. В листовке, обнаруженной КГБ в 63-м году, были стихи. Хлеба нет, мука пропала, колбаса дороже стала. Это что же за причина? Все волнуются кругом. Это призрак коммунизма, не спеша идет к нам в дом. И хотя партийной верхушке продовольственные проблемы не касались, у нее тоже было немало причин для недовольства Хрущевым. Именно они и легли в основу заговора против него. Но кем же были те, кто планировал заговор против Хрущева? В разговоре с его сыном Василий Гуляков назвал имена всех главных заговорщиков. Леонид Брежнев, член Президиума ЦК, секретарь ЦК, недавний председатель Президиума Верховного Совета СССР. Николай Подгорный, член Президиума ЦК КПСС, секретарь ЦК. Александр Шелепин, секретарь ЦК КПСС, заместитель председателя Совета Министров СССР. Дмитрий Полянский, член Президиума ЦК КПСС, заместитель председателя Совета Министров СССР. Владимир Семичастный – председатель КГБ СССР. Получалось, что в заговоре участвует чуть ли не все руководство страны. Хрущев выслушал сына, подумал и сказал, что-то это не слишком похоже на правду. Хрущев говорил, что Шелепин, Семичастный, Подгорный и Брежнев – люди очень разные. И трудно поверить в то, что они смогут договориться. К тому же все эти люди были обязаны Хрущеву своей карьерой. Именно благодаря ему они и заняли места сталинских выдвиженцев. Хрущев был уверен, именно с ним связано и их благополучие. Период с 1953 по 1964 годы был временем ожесточенной борьбы за власть в верхушке. Постоянно возникали различные группы, союзы, коалиции, направленные то против одного, то против другого руководителя. В 1953 году расстреляли Лаврентия Берию. В июне 1957 года была разгромлена так называемая антипартийная группа – Маленкова, Молотова, Кагановича. Осенью того же года с поста министра обороны сняли маршала Георгия Жукова, которого обвинили чуть ли не в подготовке переворота. Наконец, в сентябре 1958-го подставку отправили председателя Совмина СССР Николая Булганина. Победителем всех этих сражений оказался Хрущев, который проявил себя настоящим мастером политической интриги. Он сосредоточил в своих руках всю полноту власти. Хрущев был и первым секретарем ЦК КПСС, и главой советского правительства, и фактическим главой государства. Эта фотография сделана 17 апреля 1964 года. В особняке на Ленинских горах отмечают 70-летие Хрущева. Именинник произносит тост. Справа, рядом с его семьей, сидит Леонид Брежнев. А уже через полгода, накануне заседания президиума ЦК, на котором должна была решиться судьба Хрущева, Брежнев набрасывал конспект своей обвинительной речи. Брежнев писал, я, Никита Сергеевич, всегда боролся за вас и за ленинскую линию партии, но сегодня не могу поступить со своей совестью. Читаем дальше. Если бы вы, Никита Сергеевич, не страдали бы такими пороками, как властолюбие, самообольщение своей личностью, верой в свою непогрешимость, если бы вы обладали хотя бы небольшой скромностью, вы бы тогда не допустили создание культа своей личности. Вы же, наоборот, поставили радио, кино, телевидение на службу своей личности. За время своего правления Хрущев стал трижды героем социалистического труда. А в апреле 64-го года, к его 70-летию, ему присвоили звание Героя Советского Союза. В Москву тогда приходили письма, как принято говорить, от простых трудящихся, с предложениями еще большего прославления Никиты Сергеевича Хрущева. Его родину, город Курск, предлагали переименовать в Хрущевград. Улицу Горького в Москве предлагали сделать проспектом Хрущева и даже присвоить Никите Сергеевичу звание генералиссимус. Но и свиту Хрущева всячески поддерживало раздувание его культа личности. 70-летия советского руководителя вообще отмечались необычайной помпой, подобно всенародному празднику. В Кремле Хрущеву вручили звезду Героя. Затем начался большой прием. В архивах сохранилась схема рассадки его главных участников. Рядом с Хрущевым сидели его жена Нина Петровна, Брежнев, Микоян, руководители соцстран. Выступал ансамбль песней и пляски Александрова. На столах стояли огромные поросята на серебряных подносах. Поздравление Хрущеву от всех соратников зачитал Микоян. В нем говорилось, что они счастливы работать рядом с таким выдающимся человеком и желают ему прожить еще по меньшей мере столько же и столь же блистательно и плодотворно. Вечером гости приехали в особняк к Хрущеву посидеть по-домашнему. Там снова все говорили о крепком здоровье юбиляра и желали ему многих лет работы на благо партии и государства. Хотя уже тогда, весной 64-го, в окружении Хрущева были признаки серьезного им недовольства. И дело было не только в культе личности дорогого Никиты Сергеевича. Хрущев становился все более грубым и нетерпимым. Один из его бывших соратников говорил, он так старательно сквернословит, что не только уши вянут, чугунные тумбы краснеют. Но и не это было главное. Были, конечно, малоприятные колючие качества. Но если бы даже их не было, а был просто вот тот объем власти, которым располагал Хрущев, все равно бы все стремились бы как-то от такого чересчур властного руководителя избавиться. Это был как слон в посудной лавке. Если он шевелится, то начинают лететь горшки. Единственное, что он может делать, это не шевелиться. Ну, конечно, Хрущев не мог так себя вести. Хрущев был человеком огромной энергии. Он каким-то нутром чувствовал, что в стране нужно что-то менять. И хватался за все. А где реформы, там и кадровые изменения. И своими постоянными, часто действительно хаотичными и непродуманными реформами Хрущев мешал спокойно жить партийному аппарату. Хрущев непрерывно их перетасовывал. И это действовало им на нервы. Они хотели спокойной жизни. Он из своего собственного окружения, то есть членов президента ЦК, нервировал постоянно. Говорил им, что нам нужно омоложение. А что такое омоложение? Понятно, что это не отставка Хрущева. Значит, почистить могут любого из них. В июле 64-го по инициативе Хрущева Брежнева сняли с поста председателя президиума Верховного Совета СССР. На его место назначили более близкого к Хрущеву Анастаса Микояна. Для заговорщиков это был тревожный знак. Главными организаторами заговора действительно были Брежнев, Подгорный и Игнатов. Они уже несколько месяцев прощупывали почву, вели беседы с членами ЦК о том, что с Хрущевым стало трудно работать. Все делалось очень осторожно. Брежнев фиксировал для себя позиции собеседника. Брежнев завел для этого специальную записную книжку. В ней он напротив каждой фамилии ставил специальные знаки. Плюсики или минусы. Плюс значит за отставку Хрущева. Минус значит против. Нолик колеблется. И вот к осени 1964 года у него в книжке набралось больше людей с плюсиками. Против Хрущева объединились самые разные властные группы. И портработники, и хозяйственники, и так называемые комсомольцы. Бывшие руководители в ЛКСМ, которых представляли Александр Шелепин и Владимир Семичастный. Они действительно были очень разными людьми. Но цель у них была общая. И не только у них. Брежнев по этому поводу говорил следующее, что не только аппарат был готов к снятию Хрущева, но и народ. То есть он считал, что Хрущев осочертел и руководящим кругом общества, и простым людям. И во многом это действительно было, вероятно, так. Летом 1964 года заговорщики начали обсуждать конкретный план. По словам тогдашнего председателя КГБ Владимира Семичастного, Брежнев выступал за весьма радикальные варианты действий. Хрущев собирался с визитом в Швецию. Сначала поездом до Ленинграда, а оттуда на корабле по морю. Обратно он должен был ехать так же. Брежнев предлагал. А что если бы КГБ задержал поезд Хрущева на пути из Ленинграда в Москву и изолировал первого секретаря? Но Семичастный этот план отверг и заявил, что есть только один способ законно сменить власть. С помощью пленума ЦК. Вместе с тем он предупредил, что действовать надо как можно быстрее. Ведь Хрущев рано или поздно узнает о заговоре. И если он вдруг прикажет КГБ арестовать заговорщиков, то Семичастный будет вынужден сделать это. Хрущев не рассматривал этих людей как политических противников. Он был на 100% уверен в их личной лояльности и преданности. Он относился к ним как к послушным исполнителям. Никита Сергеевич давно уже отвык от возражений и в каком-то смысле отвык от политической борьбы. Заговорщики решили провести операцию 13-14 октября 1964 года. Они тайно подготовили заседание Президиума ЦК и Пленума ЦК. Убрать Хрущева было решено формально не отступая от законов партийной жизни. Вплоть до мелочей старались соблюдать партийный устав и принятые нормы партийного протокола. То есть с одной стороны можно конечно говорить о заговоре, поскольку это происходило тайно от самого Хрущева. Но с другой стороны нарушения устава партийного в этом во всем не было. Это все было в рамках, можно сказать, партийной демократии. Но для строгого соблюдения этих правил Хрущева нужно было вызвать из отпуска. Он должен был приехать из спецунды в Москву. Звонить ему поручили Брежневу. 12 октября все собрались у него на квартире. Но, как вспоминали участники тех событий, Брежнев неожиданно струсил. Он все время повторял. Никита же нас расстреляет. К телефону его пришлось тащить буквально силой. О перепуганном Брежневе вспоминали многие участники тех событий. Но был ли на самом деле он настолько напуган? Брежнев был очень хороший актер. Если он властно берет телефонную трубку, говорит, Никита Сергеевич, приезжайте, то у окружающих сразу возникает такое легкое опасение, что этот человек очень крепко берется за вожжи. Как бы он и за нас точно так же не взялся. А если он, наоборот, изображает слабость, говорит, ой, нет, я не могу, то совершенно другая картина возникает. Вот именно этого слабого человека, который так легко управляем нами, мы и сделаем первым лицом. То есть это была такая политическая игра. Когда, наконец, дозвонились до Хрущева, Брежнев начал уговаривать его срочно приехать в Москву. Якобы нужно обсудить вопросы по сельскому хозяйству. Хрущев недоумевал, почему так срочно. Но Брежнев настаивал. В итоге Хрущев согласился. Он, вероятно, сразу понял, что причина его вызова была отнюдь не в сельхозделах. Он сразу сказал Микояну, с которым вместе отдыхал, вероятно, дело во мне. И добавил, если все против меня, я бороться не буду. Хотя и не исключал возможности, что удастся перетащить кого-то на свою сторону. И Микоян его поддержал. Он потом писал в демуарах, ну а что было сделать? Арестовывать, расстреливать. Времена уже были не те, не старецкие. 13 октября Хрущев с Микояном вылетели в Москву. В аэропорту Внуково их встретил лишь председатель КГБ Владимир Семичастник. Вместе они отправились прямо в Кремль. И вот там Хрущев предпринял, возможно, единственную попытку хоть как-то изменить ход событий. Когда он приехал только в Кремль, он сперва пошел к своему кабинету. То есть он хотел войти в свой кабинет и, может быть, там что-то предпринять. Но его оппоненты уже приняли меры. Заперли кабинет. Значит, и он разъярился. И, как вспоминают очевидцы этого, стал колотить дверь, качать провокация всех под трибунал к ядреной матери. Но потом все-таки ему пришлось пойти в комнату заседания. Заседание президиума открыл Брежнев. Он предложил обсудить положение в президиуме ЦК в связи с непартийным обращением товарища Хрущева с коллегами. Затем слово взял сам Хрущев, который, признав свои некоторые ошибки, заявил, что считает участников заседания друзьями-единомышленниками и что он готов работать, насколько хватит сил. Возможно, Хрущев рассчитывал на появление разногласий между заговорщиками. Рассчитывал на более мягкий для себя вариант отставки. На, скажем, полуотставку с сохранением какой-либо из толпностей. Но этот тактический ход успеха не принес. Но Хрущева тут же обрушился град критики. Его сразу же обвинили в создании собственного культа личности. Он заболел манией величия, не терпел никаких возражений, опускался до хамства, окружил себя подхалимами. Один из главных заговорщиков, Александр Шелепин, назвал даже газету «Правда» семейным листком Хрущева за то, что она очень часто пишет лично о нем. Затем Хрущеву припомнили и все остальное. И провал экономических планов, и кризис в сельском хозяйстве, в том числе, конечно, и пресловутую кукурузу, и неудачи во внешней политике. Шелепин заявил, что лозунг «догнать и перегнать Америку» – это авантюризм в экономике, а установка советских ракет на Кубе – жонглирование судьбами народа. Обвиняли его и в том, что из-за оскорблений в адрес Мао Цзэдона Советский Союз поссорился с Китаем. Правда, создавалось такое впечатление, что выступавшие на этом ночном заседании не имели никакого отношения к тому, что происходило в стране накануне. И что не они, а кто-то другой еще совсем недавно горячо поддерживали и восхваляли нашего дорогого Никиту Сергеевича. Его попытался защитить один Микоян. Он предложил, цитирую, разгрузить товарища Хрущева, но оставить его у руководства партии. Но все тот же Шелепин резко заметил, что товарищ Микоян ведет себя неправильно. Судьба Хрущева была уже предрешена. Когда он вечером вернулся домой, то у него сын Сергея Никитича спрашивает, ну что они, требуют отставки со всех постов? На что ему Никита Сергеевич говорит? Пока только с какого-то одного. Но это не имеет никакого значения, это только начало. Заговорщики прекрасно понимали, от Хрущева можно было ждать всего, чего угодно. Уже были случаи, когда он выходил победителем из, казалось бы, полностью безнадежной для него ситуации. В июне 1957 года представители Сталинской гвардии Маленков, Молотов, Каганович и другие тоже пытались свергнуть Хрущева. И тогда его обвинили примерно в тех же грехах, что и в 1964 году. На заседании президиума ЦК Хрущев потерпел поражение. И многие уже считали, что его песенка спета. Но в 1957 году Хрущев и его сторонники смогли организовать контрзаговор. В Кремль, где проходило заседание, вдруг пришли военные и большая группа членов ЦК. Они потребовали созыва пленума. Их появление повергло заговорщиков в шок. Раздались возмущенные крики. Это переворот. А потом нас и танками окружат. Но делать было нечего. Пришлось согласиться на созыв пленума. А на пленуме сторонники Хрущева оказались в большинстве. Заговорщики потерпели полное поражение. И вошли в историю под названием антипартийной группы. Но мог ли Хрущев повторить такую же виртуозную операцию и семь лет спустя? Брежнев вспоминал, что в ночь на 14 октября 64-го года его не покидало чувство тревоги. Брежнев потом рассказывал, что хотел уехать ночевать к какому-то своему знакомому. Мало ли придет арестовывать посреди ночи. Еще он говорил, что и 12 и 13 октября клал под подушку пистолет. Правда, не совсем ясно с какой целью. То ли отстреливаться, то ли в себя стрелять. Может, вообще он это придумал. Во всяком случае, он такую историю точно рассказывал. Но в 1957 году на стороне Хрущева находились две ключевые фигуры. Министр обороны маршал Георгий Жоков и председатель КГБ Иван Серов. Именно благодаря им в Москву на военных самолетах были оперативно переброшены с мест члены ЦК-сторонники Хрущева. А к 64-му году Хрущев настроил против себя военных. Он на рубеже 50-60-х годов провел мощнейшее сокращение армии. И была даже карикатура, ну, дружеский шарш, в известиях на эту тему, где Хрущев стоит перед строем солдат и командует им, каждый третий выходи. И выходит каждый третий с чемоданом в руках. То есть на третью он армию сократил. Более чем на миллион человек. КГБ теперь тоже не поддерживал Никиту Сергеевича. Несмотря на то, что его руководитель, генерал-полковник Владимир Семичастный был ставленником Хрущева. Хрущев постоянно говорил о том, что он хочет сотрудников спецслужб распогонить и разлампасить. То есть лишить воинских званий, перевести гражданский статус, отобрать все военные привилегии. Естественно, это никак не могло им понравиться. Министр обороны, маршал Родион Малиновский и председатель КГБ Владимир Семичастный были активными участниками заговора. Семичастный вспоминал. Перед КГБ стояла задача обеспечить спокойный и гладкий ход событий. Как только Никита Сергеевич и Микоян прибыли в Кремль, я отдал распоряжение о смене охраны Хрущева. Разработали мы также план обеспечения порядка в столице и особенно в Кремле. Наша военная контрразведка получила приказ строго следить за любым, даже самым малейшим движением войск в округе и передвижениях в сторону Москвы немедленно сообщить в КГБ. 14 октября заседание президиума продолжилось. Теперь требования противников Хрущева были уже гораздо более жесткими. Полная отставка и уход на пенсию. Дмитрий Полянский был первым, кто озвучил предложение об отставке Хрущева уже со всех постов. Его поддержал первый заместитель председателя Совмина СССР Алексей Косыгин. Он же предложил разделить посты главы правительства и первого секретаря ЦК. А сам Хрущев в этот день сдался окончательно. Он понял, что на этот раз не сможет опереться ни на кого. Один из участников заседания президиума ЦК законспектировал его последнее слово. Не прошу милости, вопрос решен. С вами бороться не могу, потому что с вами вместе боролся с антипартийной группой. Зачем буду искать краски и мазать вас? И радуюсь. Наконец партия выросла и может контролировать любого человека. Чувствовал, что я не справляюсь, а жизнь цепкая, зазнайство порождало. Выражаю просьбу об освобождении. Как надо поступить, так и поступлю. Спасибо за работу, за критику. Брежнев сделал вывод. Освободить товарища Хрущева и разделить посты. Вопрос решили перенести на пленум ЦК КПСС. Заседание пленума подготовили заранее. Члены ЦК уже были собраны в Москве. Хотя мало кто из них точно знал, что будут обсуждать. Пленум собрался в тот же день. Главный доклад сделал Михаил Суслов. Хрущев не выступал. Премьер решили не открывать. Все закончилось за несколько часов. Хотя, как вспоминали участники пленума, прямо из зала заседаний раздавались крики «Позор! Подсуд его! Шах иранский! Возит везде свою семейку!» Хрущев подписал уже заготовленное заявление об отставке и уходе на пенсию. Новым, первым секретарем ЦК избрали Брежнева. Председателем Совета Министров СССР Косыгин. А председателем Президиума Верховного Совета оставили Микояна. 14 октября 1964 года первым секретарем ЦК КПСС был избран Леонид Ильич Брежнев. Устранение Хрущева в народе встретили скорее с одобрением. Да и прошло оно относительно тихо. Не было ни постановлений ЦК, ни громких статей и кампаний с разоблачением и бичеванием его ошибок. Ограничивались лишь несколькими весьма обтекаемыми статьями. Правда, журнал «Крокодил» все же напечатал сатирические стихи известного поэта Александра Безыменского, о некоем председателе исполкома Пахомове, который хорошо начинал и был вообще-то неплохим человеком, но потом зазнался. «Его несет стремнина лести в болото спеси напрямик, в нем глушит лесть со спесью вместе истоки большевистской чести, партийной скромности родник». О ком были эти стихи? Все сразу поняли. Но в принципе ссоры с партийной избы решили не выносить. По официальной версии Хрущев ушел в отставку по состоянию здоровья и в связи с преклонным возрастом. 16 октября краткую информацию об этом напечатала правда. Но эта версия выглядит неубедительно. Бодрый и энергичный Хрущев выглядел более здоровым, чем многие из тех, кто его свергал. Тогда придумали еще одно объяснение. «Волюнтаризм» Хрущева. То есть желание сделать что-то без учета объективных обстоятельств. Но в народе это слово было непонятно. И над ним просто часто подшучивали. «Это как его? Волюнтаризм? В моем доме мне выражаться». «А что я сказал? Самому же Хрущева обеспечили очень комфортные по тем временам условия. Пенсию в 500 рублей, машину, охрану, квартиру в Москве и дачу, право пользования кремлевской поликлиникой и спецстоловой». И Брежнев лично об этом давал указания, говорил, что позаботьтесь, чтобы он получал все самое лучшее, чтобы никто не мог сказать, что мы его лишили вот этих вот вещей. До своей смерти в 71-м году Хрущев жил в основном на даче в Петрово-Дальнем под Москвой. На пенсии он пересмотрел многие из прежних своих взглядов и признал многие ошибки. Но так и не отрекся от любимой кукурузы и от развенчания культа Сталина. Он всегда считал главной своей заслугой то, что теперь бывших советских руководителей не расстреливают, не сажают в тюрьму, а отправляют жить на дачу. Стихи Бориса Слуцкого довольно характерны. Именно про Хрущева они написаны. «Теперь не каторга и ссылка, куда раз в год одна посылка, а сохраняемая дача в энциклопедии столбцы, и можно о судьбе с удача выращивать хоть огурцы». В энциклопедии столбцы это имеется в виду, что сохранялся в нем статья в Большой советской энциклопедии. В октябрьские дни 64-го родился анекдот на злобу дня. Чем отличается Хрущев от космонавтов? Космонавты вылетели 12-го, а Хрущев 14-го октября. Экипажу корабля «Восход» все-таки и устроили торжественную встречу. Но только через неделю после приземления 19-го октября, когда все вопросы о переходе власти были уже решены. Она состоялась в аэропорту Внуково, потом был митинг на Красной площади и прием в Кремле. Космонавтов приветствовали Брежнев, Микоян, Косыгин, Суслов. О Хрущеве уже не вспоминали. О нем вообще почти не вспоминали и в последующие 25 лет. Бурное и противоречивое хрущевское десятилетие, время космоса и кукурузы закончилось. Наступила уже совсем другая эпоха.